Стало понятно, вот по реакции Путина, насколько все эти диктаторы все-таки, ой, блин, какой они нервный народ, какие они впечатлительные. Вот даже на самые невинные выходки у них такие обостренные реакции, им везде мерещатся теперь заговоры, перевороты. И вот то, что померещилось убиение Лукашенко в исполнении двух тихих филологов, там два ботаника-пушкиноведа грызли турнепс и рассуждали о том, как бы хорошо, если бы Лукашенко не было. Это абсолютно здравая мысль. И вот теперь раскрыт наконец до конца план путинистов, этих заговорщиков-пушкинистов, прошу прощения. Они же что решили? Они что надумали? Каков был план? Во-первых, обесточить всю Беларусь, полностью отключить свет в Беларуси и, пользуясь темнотой, зайти сзади Александра Григорьевича и ударить его томиком академического собрания Александра Сергеевича Пушкина сзади по голове трижды. Кроме всего прочего, в планах заговорщиков, судя по вещдокам, которые сейчас уехали в Минск под особой охраной, там было, во-первых, купить 42 пачки зубочисток и дрель. Зубочистки нужны были для того, чтобы ослеплять ОМОН, а дрель для того, чтобы сверлить в забралах предварительно дырки, потому что ты не подберешься к глазу ОМОНовца, если у тебя не просверлена дырка. То есть это те еще заговорщики. Дрели не было, на дрель Госдеп деньги не дал. А как же погреб? Погреб, в котором дети должны были прятаться. Это вот огурцы. Это были огурцы. Огурцы, значит, объясню, там еще помимо зубочисток были еще приложены два огурца, потому что Лукашенко предполагалось нарядить его в акваланг и закатать его в огромную банку с огурцами и другими соленьями. То есть как бы формально убийства бы никакого не было. Ну, кстати говоря, они могли бы там, опять-таки, близиться к Пасхам, можно было набить яйцо бертолетовой солью и подойти постукаться яйцом. У него бы от ужаса точно бы отвалились бы усы. Вообще, чья это больная фантазия с покушением на Лукашенко, непонятно. ФСБ, конечно же, существенно деинтеллектуализировалось за последнее время. Вычистив из своих рядов все боль не менее соображающе, но все-таки такую идиотскую ситуацию она бы не могла придумать. Я думаю, что это изготовлено в Беларуси. И, кстати, Оля... Но там же, где изготовлены Майкл и Ник, которые там что-то такое по телефону планировали. Я тут совершил открытие. Я посмотрел Лукашенковского главного пропагандона по фамилии Озаренок. Это феноменальный совершенно персонаж. Почему? Его надо посмотреть из антропологического интереса. И он, я тебе могу сказать, мне ужасно понравился. Он вроде бы настолько примитивен, настолько однозначен. Он начинает кричать про отца нации. Великий человек, величайший из людей. При этом он вставляет картинку. Грязным картофельным мешком сидит Лукашенко в спортивном костюме с овощной улыбкой усталого садизма. Я еще тогда разочек посмотрел Озаренка. Эти дураки просто не понимают, с кем имеют дело. Он, этот Озаренок, он даже одевается как идиот, как директор Дома культуры на Первомай. Но они не понимают, что он над ними стебется. Что это стеб чистой воды. Это стеб в абсолюте. Я вот просто чуть не задохнулся от зависти и восторга. Он стебется на одной ноте. Но это какая-то большая актерская школа. И надо отдать ему должное, что у него это, в общем, получается.